Как заставить ум работать на нас? И как полностью избавиться от его истощающего подсознательного программирования? О чьём уме она говорит? Нет. Жёны хотят, чтобы ум их мужей работал на них. Мужья хотят, чтобы эмоции их жён работали на них. Да. Это не шутки. Знаете, в такие времена мне бы следовало просто утешать вас. Не волнуйтесь, я с вами. Всё будет хорошо. Но что поделать, я не такой. Я реалистичный дурак. Вот в чём моя проблема. Вы можете быть реалистичным дураком или нереалистичным дураком. Вот и все варианты, которые вам доступны. Если вы считаете себя умным, то вы тот ещё дурак. Так что я реалистичный дурак. А не нереалистичный. Реалистичный дурак значит, что вы всегда опираетесь на то, что правильно в данной ситуации. Мы не ждём, что Супермен или Человек-паук свалятся на нас откуда-нибудь и сделают что-то для нас. Видите всех этих змей, которые висят здесь? Они ничего не могут для нас сделать. Они просто там висят. Мы наслаждаемся ими такими, какие они есть. Мы не ждём, что они придут и поднимут нашу энергию кундалини. Нет, есть такие люди. Если поставить здесь большую змею, они подумают, что если смотреть на такую змею и почитать её, она придёт и проявится в них как энергия кундалини. Вот почему мы повесили их там, в цепях. Вы до сих пор ещё не прояснили, чей ум вы хотите контролировать. Потому что обычно это то, что мы называем семьёй, это то, что мы называем обществом, что значит, твой ум должен работать на меня. Если мой собственный ум не работает на меня, это не проблема. Твой ум должен работать на меня. Ты должен думать так, как я хочу. Ты должен чувствовать то, что я хочу. Если я сам этого не испытываю, это не проблема. Ты должен чувствовать именно такие эмоции ко мне. Когда вы говорите «ты должен любить меня», «ты должен испытывать ко мне любовь», что это значит? Это значит, что я хочу, чтобы твои эмоции были такими, как мне хочется. Нет. Вы можете решать только за эту жизнь. Я могу решать, какими могут быть мои эмоции, какими могут быть мои мысли, какими должны быть чужие мысли и эмоции. Это не моё дело. Но все люди думают именно об этом. Но я уверен, что Диша – замечательная девушка, и она спрашивает именно о своём уме. Как контролировать свой ум? Сначала вам нужно решить, хотите ли вы контролировать свой ум или освободить его. Все вы, кто всегда думает о том, как контролировать свой ум, сначала решите для себя. Вы хотите контролировать его или освободить? Ну тогда я сойду с ума. А кто сказал, что вы сейчас не сумасшедшие? У вас есть справка? Однажды в Бангалоре у 16-летнего или 17-летнего мальчика возникли проблемы с психикой. В те дни, когда я был молод, к таким вещам относились без должной чувствительности. Если у кого-то появлялась небольшая психическая неравновешенность, про него сразу же говорили, что он сумасшедший. И вот его начали лечить в психоневрологическом институте Нимханс в Бангалоре. Он пробыл в стационаре около 3-4 месяцев, а потом вернулся домой. По вечерам мальчишки собирались в одном месте, и он тоже туда пришёл. И там началось. Ты тронулся, да? Сошёл с ума. Ты псих. Ведь ты провёл в психушке 4 месяца. Ты совсем ку-ку. Мальчику было обидно. Но он не знал, что делать. 2-3 дня он ходил туда. Каждый день они над ним издевались из-за этого. И вот однажды он выточил из кармана бумагу и сказал, смотрите, у меня есть справка от врача, что теперь я нормальный. А у вас есть такая? В больнице ему выдали справку, что теперь он в норме, что он в состоянии вернуться к обычной жизни. А у кого-нибудь из вас есть такая справка? У вас такой нет. Только у меня есть такая справка. Кто теперь здесь нормальный, а кто нет? Так что, во-первых, Диша и все остальные, просто как следует разберите этот вопрос в следующие 24 часа. Вы хотите контролировать свой ум или освободить его? Может быть, завтра мы поговорим об этом.